Я просто по опциям, а если 20 сантиметров есть диаметр, то 20 с полю уже будет. Вот каждый, ну средний сантиметр. Средний, да. Верная примета, по размеру корзинки можно весьма точно определить размер урожая. Судя по этим подсолнухам, в фермерском хозяйстве Ивана Старцева все будет более чем хорошо. А он и не сомневался. Уже порядка 20 лет растит подсолнечник и выработал определенную систему, влагосберегающие технологии, удобрения и только качественные семена. Влага, которая была весенней, он ее полностью использовал. И выдержал до дождей, которые прошли у нас уже, наверное, в конце августа, наверное, они прошли. В начале, даже сентября, вот сейчас он этими дождями еще успел вырасти и налить. Фермер Старцев планирует собрать отличный урожай подсолнечника. Посчитали, примерно будет 7 тысяч тонн. И только одного он не может знать, какая будет цена и когда купят его качественное зерно. Конечно, она все время была с отбытом проблемой. Просто приходилось как убирать, возить на какой-то элеватор или ХПП и там хранить до тех пор, пока не найдется покупатель с хорошей ценой. Цену формируют перекупщики, большие и малые. Они вывозят оренбургский урожай за пределы региона. В области пока нет серьезного маслоперерабатывающего комбината. Нет, но скоро будет. В Сорочинске в ближайшее время состоится открытие большого завода. То есть одним крупным игроком на зерновом рынке станет больше. И это, надеются крестьяне, приведет к повышению цены на зерно и устойчивому спросу. Почему пляшет цена? Спрос не всегда, скажем, стабилен. Почему? Потому что игроки, их немного на рынке, они крупные. Закупилась где-то партия на юге. Соответственно, спроса здесь нет, падает цена, как следствие. Если предприятие расположено близко, работает на местном сырье, мы знаем, что объем у него в год потребности примерно одни и те же. Потребность, сформируется потребность. Подсолнечник на этом поле в хозяйстве Старцева начнут убирать в конце сентября. Так что, возможно, в этом году проблем со сбытом у него уже не будет. И семечки он станет поставлять уже на новый Сорочинский комбинат. Юрий Мишенин, Дмитрий Примачек. Наше время.